Всем привет, привет, это Топ Солнечный, это Лиада проводит очко, ну да, очки отсвечивает. Просто, короче, мы покушали, только что дети пришли как раз со школы. Саша мне сейчас будет помогать убирать на кухне, я уже здесь разобрала свои шкафчики, смотрите. Все поубирала, бутылки поснимала, позвонила уже Анжелке, Анжелка вам всем привет передает, Анжел, тебе еще раз привет. Наконец-то долго мы не виделись, Анжелой мы услышались. Это Саша пришла со школы, сейчас Саша будет разгружать, она снимала, взяла коробку, да, показывай коробку. Сейчас будет снимать с холодильника все магнитики, там дед этот рисунок не трогай, а тынтодовый дизайнер. Оно, оно, ва беда, дай, пьяну пьяну лево, давай. Сейчас, подождем. Да, тихонько, а вот эти вот все мне сюда служишь, смотри. Вот сюда. Вот так вот служишь, не сюда. Вот, поэтому здесь я уже помыла сверху, пока с Анжелой разговаривала. Вот мы, женщины, умеем разговаривать, типа держишь трубку, здесь что-то чистишь, еще успеваешь сбрызгнуть на тряпку моющим средством. Да, у нас тонышко начинает отходить, вот это вот у меня ставни все открытые, деревья, деревья разрослись. Не обо мне я не могла выговорить слово разрастаются. Вот, и вот такой вот тенечек у нас получается на кухне. Здесь я уже все вымала, все поубирала, бутылки свои попрятала, переставила туда, где не видно, в общем, некоторые повыкидывала, с которыми не могла расстаться, только с одной убрала ее. Ну, в принципе, помыла уже колонку, сняла кое-где паутину. У меня останется сегодня под вечер снять шторы, потому что сейчас у меня машинка работает, да, стирать надо, машинка работает с черным бельем, поэтому я шторы сниму к вечеру, успею помыть окна, нет, завтра помою, но, тем не менее, вот сейчас вот эта вот стена у нас, холодильник, ну, а там рабочая, там, где рабочий стол, около умывальника, оно там, в принципе, каждый день где-то подтирается, вытирается, то есть там, в принципе, такой сложной работы нет. Саша пока снимает магнитики, а мы сейчас будем двигать стол. Меня многие спрашивают, что же это за, типа, кому-то кажется, что это фольга на кухне под шкафами, вот, вот, кому-то кажется, что там была дырка, типа, мы такие, прям, оригинальные придумали, как эту дырку, мол, типа, закрыть, и закрыли, нет. На самом деле, просто, когда не было этих шкафчиков, дети были маленькие, естественно, когда кушали, ели. У кого-то падала вилка, у кого-то проливался стакан, это все было на стене, так как стол все время подвинут к стенке. Стол тоже сам Карлос переделал, видели, за люстру многие спрашивали, люстру тоже делал сам Карлос из чашек. Вот, но тем не менее, есть что помыть, я начну с кухни, потом, если сегодня не успею, потихонечку доделаю завтра, в общем, я не буду спешить, ничего не буду делать на тяпляп, да, 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 ничего не буду делать на тяпляп, я хочу спокойно уехать уже и оставить, действительно, хорошо вымытую кухню, и чтобы потом приехать было меньше уборки, поснимаю всякие эти свои штучки маленькие, мне нравятся, я на кухню мешаю. А, ну, это просто сербико, потому что, когда у меня будет пацетура, да, 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 это не выбрасывай, нет, ты туда все складывай, потом в холодильник помоем, вот эти штучки сейчас мелкие, там, не помню, София дарила, сейчас это все помоем, ну, главное, сейчас это стена, сейчас посмотрю краску, которая у меня осталась, подкрашу низ кухни, мы красим практически каждый год, не практически, мы красим каждый год всю кухню, верх мне сейчас не нужен, потому что у меня есть шкафы, и верх он, типа, не грязный, а вниз есть какие-то пятна, где-то окошко прошло, у меня был паскваль, кто помнит, кот, он чихал, это все на стене было, но, в общем, я не знаю как, но там стена все равно тоже внизу пачкается, у меня есть страска, да, сейчас я тебе дам детерсиво, один свои тапочки, тебе же наровать их неудобно? Я тоже наровать их, наровать их, ну, и, в общем, короче, начну красить здесь, Саша, пока сейчас я сделала раствор, она будет, надо было волосики завязать, Саша, вот, все грязные, а Саша будет мыть сейчас холодильник, внешнюю часть, потому что внутри он чистый, и будет мыть дверь, да, и дверь будешь мыть, да, иди бери себе тазик в ванной, тазик возьмешь, все, мы начинаем. Так, ну что, Сашке, я обыкновенным мылом, вот таким вот просто, против света, вот таким вот простым мылом я развожу водичку немножко, чтобы не давать ей, бери стульчик, убери там покрывало, положи туда, на, бери тазик ставь аккуратно, ну, тихонечко, без фанатизма, так, не обращаем внимания, что наставлено, потом оно все уберется, давай стульчик двигаем, и все, смотри, ты начинаешь сначала мыть здесь, наверху я сама, по-моему, здесь моешь, вниз моешь, и потом моешь две с этой стороны, аккуратненько, хорошо выжимай тряпку, вот, переключаемся, у меня осталась краска, это не вся краска, у меня есть еще краска от этой кухни, цвет, в принципе, одинаковый, я уже достала кисточку, сейчас это кисточка, я быстренько по низу пройдусь, и будет мне счастье, потому что, если сейчас этим не начать заняться, боже, я шуляфаю, боже, какой ужас, ты этим не займешься никогда, поэтому здесь прям два штриха, вот, именно по низу пройтись, здесь и все подкрасить около двери немножко, немножко обновить, скажем так, чтобы не было пятен, да, Сашу? Да. Сашу, я вам мою холодильник, видно, стараюсь, Я ведь в синий день подарю лишь одной тебе и эту ночь, Говорю, сердце мне открой, Говорю, просто будь за мной, будь за мной, Да, между нами хрупкий лед, Я спешу к тебе за горизонт, Нет, 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 я хочу лишь одного, Чтобы между нами было тепло, Было тепло, И я знаю, знаю одно, Для меня ты самое то, Мне с тобой хорошо, О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, Для меня ты самое то, Мне с тобой хорошо, Говорю, ты мой новый день, Говорю, ты моя теперь не таян. Покажи, где весны рассвет, Покажи, что твой сон засвет — это я. Да, после ливней и дождей Я хочу тебя ещё сильней. Нет, 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 между небом и землёй Мне теплее и ярче рядом с тобой. И я знаю, знаю одно, Для меня ты самое то, мне с тобой хорошо. Для меня ты самое то, мне с тобой хорошо. Я просто в очках крашу вон Сашуля. Сашуля мне уже помыла двери с одной стороны и со второй стороны. Мы только красим по низу, я буду надеяться, что не будет очень большой. Башка грязная, эта грязная, чистая и волос не соберёшь, рука мокрая. В очках, потому что мне так лучше видно эти. Я зря это. Окна? Нет, я сама это сегодня. Я уже сейчас машинка закончится, я штуры сниму. Будешь сейчас это мыть. Надо сейчас воду поменять. Сейчас я водичку тебе поменяю и будешь стеночки мыть. Я это самое закрашиваю. Что я хотела сказать? Буду надеяться, что не будет слишком большое отличие между цветом и переходом. В принципе, по низу хотя бы это не видно, но тем не менее уже глаз радует. Саша, одень тапки. Потому что пятен вообще больше никаких нет. Задышалась на кухне. Но в принципе, задышится очень классно. Естественно, все знают, когда уже поменяются штуры. Так, ну что, прощайте. Сегодня у меня такая прическа домашняя. Что я не знаю. Что я не знаю. Давай сюда несите этот самый тазик. Подожай, я сама возьму. Ланик, а давайте переключимся. А я девочка. Ууууууууууууууууууууууууууууууууу. Ой, девочка, ну нокая. Молодец. Молодец. Я тебя сейчас не могу решать. Ууууууу. Смотри, видишь, это надо все... Да, да, да. Просто ты осторожна для меня. Это надо сделать. Почти. Тряпочку надо держать правильно, как я тебе показал. Да, я знаю. Уращи птикро. Так. Да, потому что потом знаешь, как красиво будет? Будет честненько. Убирай, молодец, умничка. Мой там тихонечко. Ты уже стульчик можешь свой убрать, можешь уже садиться на корточки и хорошо вымывать листья. Да. Ну, сулит женойки, Сашуль. Как тебе будет комната. Да, вот так. И убирать. Давай лучше, потому что быстрее я там сейчас закончу. Если хочешь, я тебе помогу. Нет. Потому что надо еще помыть окна, снять шторы и все. И будет кухня свеженькая. Как раз машинка сейчас закончится. Мам, дай, мама, мы там помыть. Да, да, сейчас помогу. Сейчас закончу эту стенку, она самая центральная, здесь больше всего этих самых остается. От собак. Уграйца. Угу, Маруся, что ты, блин, улазишь? Сейчас я Марусю покрасим за одну. Будет фиолетово. Как мне нравится. Кошка фиолетовая. Ну все, мы с тобой большие молодцы. Здесь закончено. Давай я тебе там помогу. Упс, переключаемся. У меня уже машинка достирывает. Я уже все убрала, даже стулья помыла. Саша, кстати, убежала на улицу, там так орал кто-то. Ну что, полиция. Вы знаете кто? Помните, как ты давно рассказывала, что там представила одинокая баба Карлоса, я еще как-то ее окна снимала, что подожди, что у нее была дырочка, потом дырочка остановилась больше и больше. И Саша говорит, я говорю, боже, Саша, что так кричит? Она как раз на улицу выносила стекло, мусор. Она говорит, мама, это тетка. Да, ребен Sach. А он с собакой вышел, где мы с собакой circulали у него встkins, там у него кошка в подвале живет, да? А, его собака, мальчика, поцарапала ее кошкой, ну, которая кошечка живет в подвале. Ну, и пацан, короче, ударил кошку, и она вызвала полицию, начала там орать, но она вообще сама по себе такая горливая баба. Вот, но она, да, она там держит кошку в подвале, и там собак вообще все боятся выводить, потому что она там постоянно орет. Я закончила все, эту стенку полностью закончила, завтра, наверное, сегодня я не успею, помою чашки свои, но свои, как это называют. Иди, Дизель, ты видишь. Ты на говоришь на итальянском, они не понимают. Ну, все, они вызвали полицию, мы поняли, Саша, приехала полиция. Здесь выйдет мне телефон, говоря. Сейчас. Тряда двора. Подожди, а магнитики кто расставит? Ты. Надо же магнитики расставить, хотя так удобно не расставлять магнитики, протер кухонный этот холодильник и все, но чистота вообще. Пол сейчас еще, еще раз перемою, потому что я уже успела помыть. Сейчас быстренько сниму шторы, наверное, уже завтра помою люстру, потому что сегодня уже свет отключать не буду, а завтра помою люстру, потому что завтра будем, я буду завтра в зале убирать. То есть, сейчас я шторы в зале сниму сегодня, но уже завтра буду там окна мыть, я сегодня не успею. Я хочу кино досмотреть, вот это я смотрю. Ой, что-то я так меня там видно, что-то я так, что-то не приспустила, так удобнее. Не знаю, может магнитики не буду раскладывать, что-то мне без магнитиков больше нравится. Но кухню классно обновила, там теперь пятен нет, по низу вообще просто шикарно. Единственное, что вот здесь вот осталось пятно, но это от силикона, там раньше была полка трехугольная. А, а кто поломали, мы можно сделать, сейчас сделаем. Я как раз только-только-только стулья помыла, только вот помыла стулья. Сейчас еще стол, хорошо. Я люблю, когда на столе лежит скатерть у меня, ну, это уже завтра, когда я помою хорошо вообще. Люстру. У меня классно тем, что мне не приходится убирать там сразу и все, потому что, допустим, на той неделе я холодильник двигала, мыла там стенку и убирала все из-под холодильника. Там мусор, потом все равно там как-то, я не знаю как, но сзади холодильника пыль прямо на самой стене. Прям на самой, вообще, прямо на стенке была пыль. Сейчас. А, у меня не получится, у меня не получится, хотела чекнуть. Вот, но завтра уже закончу с этим самым, закончу с люстрой, но меня все устраивает. Единственное, что мне нравится, когда вот так вот генерально убираешь, подкрашиваешь стены где-то в каких-то уголочках. Мне нравится, когда шторы меняешь на другие там, беленькие там или еще какие-то. Ну, нет, штор с того китайского сайта я так шторы не заказала, хотя сайт классный, шторы там обалденные. Но это надо сидеть, выбирать. Полку, видите, освободила она у меня, стала вся пустая. Бутылки выкинула какие-то, спрятала. Короче, мне тоже так нравится. Не знаю, еще надо себя заставить или Клеопатрии отдать. Вот эта вот фигурка у меня стоит с этим поваром. Ну, и не знаю, что делать с магнитиками, жалко их выкидывать. У нас есть еще рисунок, все, никак не могу купить сюда рамочку в рисунок. Смотрите, это Саша рисовала. Сейчас уже уборку закончу делать и ногти сделаю. Видите, вот она, это я. Смотрите, какие у меня красивые каблуки. Это Карла, такой худенький по сравнению со мной. Это София. Это Слава. И это Саша. И смотрите, сколько у нас собак. Всех собак нарисовала. Такой вот рисунок. Я хочу все к нему купить рамочку, потому что я просто обалдет от этого рисунка. Это Саша делала. Год не подписан. Опс, переключаемся. Да, вы меня видите только одну голову. Но мне надо немножко подкрасить окна. Это побелка, это не краска. Мне на год хватает. Можно жить скромненько, но чистенько. Вот это самое. Мне нужно просто немножечко, там где есть руками, открывали окошко, где-то запачкалось. Именно сами пятнышки закрасить. Краска очень быстро сохнет. Ну, побелка. Потому что потом многие переспрашивают. Сохнет очень быстро. И нет запаха, естественно, от побелки. Ну и закрашиваем все вот эти вот маленькие погрешности, которые есть. И все. И будет вам счастье, и будет вам чисто. И не надо преувеличивать, что если бы были деньги, все было бы по-другому. Если бы были деньги, если человек не приучен к чистоте или к какому-то просто элементарному порядку. А порядок, по понятию о порядке у каждого свое, правильно? То никогда ничего не будет. Вообще, я даже дочерям своим говорю, что надо начинать с чистки сначала не головы сразу, а с чистки своих мыслей и своего внутреннего мира. Вот когда, ой, наоборот, я им говорю, что надо начинать с чистки шкафа. Когда в шкафу вы уберетесь и разложите все по полочкам, кофточка, кофточку, трусики к трусикам, тогда можно начинать чистить свой внутренний мир. Потому что пока бардак там, в голове ничего хорошего не будет. Но это я так считаю, это мои сугубо личные мы. Сначала разбираемся в шкафу. Кстати, завтра у меня зал. Вот, завтра в зале буду там не переставлять мебель, а перемывать мебель. Хотя там только пыль надо вытереть. Я там тоже на днях лазила, но все равно. Окна открыты, но пилюки много. Пилючка каждый день. Видите, на полочках все подбрасываю. Завтра уже помою люстру, потому что люстру надо свет вырублять. Вырубать. Вот, а мне сегодня нужно, потому что у меня сейчас шторы пойдут. Я шторы уже сняла. Сначала шторы туда пойдут, а потом... Здесь тоже можно подкрасить. Видите, пятна вон эти. А потом после штор... А, нет, я сейчас положу горячее. У меня вторая партия есть с темным бельем. Я туда брошу шторы с кухни, все-таки я решила. А завтра я уже брошу отдельно шторы зала. Опять живет язык мыслей и слюни отдельно от мира всего. Все, здесь буквально так вот пару пятен, потому что если окошко открыто, они будут видно некрасиво. Ну, никто не смотрит, но тем не менее для самого себя знаете, что обновили, что чистенько. И, конечно, красить всего... Я вот точно уже сейчас дала себе установку. Красить всего легче по весне. Когда вот такая хорошая погода, окна целый день открыты и ночью открыты. Только стала закрывать окна из-за того, что кошка стала лазить. Стала эквилибристом на старости лет. Сейчас на подоконнике. Подоконники я тоже подкрашиваю. Вот, что я говорила-то. Еще не помню, мысли потеряла. Что мысли живут отдельно от свиней и от всего остального. Видите, как у нас деревья пораспускались. Что там упало, не поняла. А, тортики такие девочки прислали.